Зато сейчас увидим портреты других художников. В Музее искусства Петербурга 20-21 веков открыта большая выставка, посвященная этой теме. Слово нашей коллеге Анастасии Шаховой. Настя, здравствуй. Доброе утро, коллеги и дорогие телезрители. Сегодня утром мы соприкасаемся с прекрасным Музеем искусств. Здесь подготовили выставку «Портрет художника», которая состоит из 180 живописных и скульптурных работ. Инсталляций и арт-объектов, которые привезли из 23 музеев страны. С экспонатами нас познакомит куратор выставки Ольга Толстая. Доброе утро, Ольга Николаевна. Доброе утро. Расскажите, как отбирали экспонаты 180 из 23 музеев? Невероятная работа была проделана. Поделитесь, как это было? Дело в том, что мы прежде всего хотели показать произведения, которые зрители не часто могут увидеть. Какие-то работы хранятся в запасниках. Кроме того, у нас участвуют музеи, которые очень далеко находятся от Петербурга. Согласитесь, что не каждый зритель отважится поехать в Киров. На что стоит обратить внимание? Ведь экспонаты представлены на трех этажах. Скажем, вот сейчас мы находимся с вами перед портретом, автором которого является Хачатур Белый. Вот так он представил нам Сальвадора Далии. Что привлекает наше внимание? Прежде всего усы. Причем усы эти сделаны из конского хвоста. Они натуральные. Перед нами необычный портрет Казимира Малевича. Автор Александр Гордин основывался на философии Казимира Малевича, поскольку тот своим квадратным обнулил вообще все существующее до этого искусства. Когда зритель подходит к этой работе и видит свое отражение в зеркале, то понимает, что и он обнулился вместе со всей Вселенной. Первое, что здесь бросается в глаза – изображение корзины. Поскольку мы знаем, что Рената Гутузов – это итальянский художник, который был коммунистом, который очень уважительно относился к Советскому Союзу. И первое, что приходит на ум, что он, вероятно, здесь со своими друзьями собирал грибы. И когда начинаешь чуть больше узнавать и о судьбе Рената Гутуза, и о его творчестве, то только тогда соображаешь, что перед нами натюрморт Рената Гутуза, в котором он использует этот предмет как один из самых любимых почему-то предметов в своих произведениях. Интересно. Ну, а мы осмотрели с вами экспонаты первого этажа, который посвящен великим художникам. После небольшого перерыва мы вернемся и продолжим изучать экспозицию. Отличным подарком по-прежнему являются впечатления. И вот наш коллега Анастасия Шахова дарит нам этим утром экскурсию по выставке «Портрет художника» в Музее искусства Петербурга XX-XXI веков. Настя, еще раз тебе доброе утро. И даем слово. Доброе утро, коллеги и телезрители, которые только к нам подключились. Мы продолжаем знакомство с выставкой «Портрет художника». Мы уже осмотрели второй этаж, где организаторы представили классический портрет. И сейчас находимся на третьем этаже, где представлены работы художников, начиная с 1960-х годов. С экспозиции нас знакомит Ольга Николаевна Толстая, куратор выставки. Ольга Николаевна, расскажите про общую концепцию выставки. Основная идея этой выставки – показать, как творец видит творца. Мы стоим сейчас рядом со скульптурой Дмитрия Тугаринова, который отразил в своей композиции портрет Мухина. Это один из самых известных художников-монументалистов. Он ему в руку дал изображение ювелирного слоника. Слон – это что? Ай, мой сказать, она сильна, что лает на слона. Так вот здесь велик Мухин, который двумя пальцами удерживает огромного слона. На третьем этаже представлены художники, которые в свое время не были признаны. Можете рассказать поподробнее об этом? Да, либо были работы, которые подвергались критике, либо вообще отвергалось творчество. Новые находки не всегда признавались цензурой и вообще общепринятым мнением. Были группы, целые явления художников, которые тоже не сразу признали, как, например, Медьки. Сейчас мы с вами как раз подходим к произведению их. И работа называется «Медьки приносит Ивану Грозному нового сына». В образе Ивана Грозного совершенно реальное лицо. Это московский художник Виноградов. А далее уже в очередь стали, и в такое вот шествие к нему организовали непосредственно Медьки. Иван Шагин, художница Васильева и так далее. Тут Медьки продумали все. И свидетельства о рождении, посох, которым было завершено это страшное событие. Настолько ведь Медьки позитивны, что они, видите, крюком убирают из картины этот посох. Ольга Николаевна, спасибо вам большое за такой увлекательный и интересный рассказ. Выставка получилась действительно разноплановой, и каждый посетитель здесь сможет испытать различный спектр эмоций. От радости до возмущения. Выбор за каждым. А я напоминаю, что выставка «Портрет художника» будет доступна петербуржцам и гостям города до 26 февраля 2023 года. Продолжение следует...